всех приветствую на своем канале а сегодня я вам расскажу о стандартах породы французский баран и для этого мне понадобится рулетка весы естественно сам кролик но вы после просмотра данного видео обязательно сходите и посмотрите соответствует ваш кролик данной породе стандарту или нет а мы начинаем погнали но начнем наш обзорчик с головы голова у французских баранов достаточно мощная достаточно такая крупная покажите покажите и такое ощущение что как будто ему чем-то ударили да она такая вот приплюснутая слегка выраженная такой горбинка вот ее видно достаточно такие упитный как у сурка щечки такие щечки у него даже у маленьких кроликов у самцов если кролики достаточно как достаточного качества да у них даже у маленьких плоские носы у самочек чуть-чуть миниатюрнее голова но мордочка не вытянутая если мордочка вытянутая соответственно это говорит о том что либо кролик не породистый дни французский барана с чем-то смешанный либо порода начинает вырождаться и вылазить вот такие различные косички дальше мы обратимся к короне так называемая да это там где ушки у него корона должна быть ярко выражена и корона начинается там где заканчиваются глаза вот ее видно глазки заканчиваются и пошла корона корона не должна быть ни на на лбу не тем более где-нибудь здесь на затылке да если корона где-то в районе затылка или лба соответственно это уже некачественный материал от него принципе можно можно ты не кусайся можно избавляться ушки длина ушей по стандарту 38 45 сантиметров то что меньше тридцати восьми это плохо то что больше 45 соответственно это уже не французский баран это больше английский баран сейчас мы смеем ушки давай ушка берется от одного кончика лучше это сделать конечно рулеткой линейкой 39 сантиметров это достаточно неплохой результат так давай ширину уха ширина уха должна быть от 10 до 17 сантиметров это немножко не завернуто на 10 сантиметров уши у французского барана должны висеть вниз вот так вот должны висеть вниз ушными раковинами они должны смотреть на голову вовнутрь они не должны быть лучше не должны вот так вот свернуты быть не в трубочку не как-нибудь иначе вот вот так вот должно все быть не вот так вот не вот так вот строго вниз должны смотреть туловище у французских баранов спереди немножко зауженная и пошло как вроде как колбочка на расширение это говорит о хорошем результате ну что кролик достаточно хорош лапа у этого кролика не длинные коротковатый но но достаточно мощные 6 у него не грубая такая полумягкая таки сказать и достигает четырех сантиметров в длину ну я не буду мерить не знаю так принципе это вроде и неплохо не бойся также хвост казалось бы да что хвост до хвост но на самом деле это тоже играет большую роль если хвост направлен вот так вот вниз видно наверно вниз либо как-то в бок то это неправильное строение хвоста и это уже считается брак хвост должен смотреть строго вот так вот вверх если вы видите на своих кроликов что у вас где-то хвост в бок либо вообще просто лежит ну это это очень плохо стандарты веса вес кусайся мне же больно вес варьируется от четыре с половиной килограмма до девяти килограммов то есть если те люди до которые посмотрят это видео пойдут и взвешивают своего кролика барана и он будет весить там четыре с половиной килограмма не стоит радоваться я скажу это это плохо мы не должны стремиться к минимальным стандартам результатом до четыре с половиной мы должны стремиться к большему вот если у вас кролик весе четыре с половиной килограмма это я вам скажу не есть хорошо сейчас мы взвешиваем нашего питомца посмотрим сколько весит он данному кролику всего 6 месяцев 6150 но я думаю это достаточно хороший вес для такого возраста это и не минимальный стандарт но и не максимально 9 килограмм вообще я на своем веку на своей кролиководческой деятельности еще не встречал в живую по крайней мере кролика французского барана весом 9 килограмм ну встречал 7 у меня кстати есть такой черный он весит 7 килограмм ну а так чтобы 9 килограмм не знаю по слухам они есть у кого-то но ни разу не видел ни фотографии не видео ну и даже в очень хотелось бы увидеть данного кролика даже бы съездил снял про него ролик потому что для меня это диковинка все мои кролики французские бараны идут от пяти с половиной и выше там ну максимум я говорю вот у меня сидит один кролик он 7 килограмм вот и как я уже сказал нужно стремиться более большим стандартам более высоким результатом чем сидеть на нами на минимальном до результате что все вот у меня вроде бы как бы почти подходит но я не дотягиваю ладно баран и баран до одного названия данная порода лучше не будет становиться поэтому стремитесь к хорошим результатом стремитесь к лучшим результатом если вы видите что вы не дотягиваете до каких-либо стандартов данной породы попытайтесь что-нибудь изменить если вы видите что у ваших роликов рождаются крольчата два большие из например из пяти или шести кроликов два более-менее нормальных остальные маленькие или начинают уже вытягиваться мордочки то это говорит о вырождении породы значит нужно туда что-то подливать более менее качественная да такой очень хороший какой-нибудь племенной материал но стоит конечно же деньги но если вы хотите заниматься данной породы если вы хотите работы с данным материалом вам нужно соответственно что-то подливать а просто сидеть и и говорить что у меня французский баран но по качествах французского барана там речи быть не может одно название то я бы на вашем месте так оптимистически не думал ну вот я использовал все те инструменты которые о которой говорил вначале это рулетка это весы ну естественно сам кролик надеюсь вам это видео понравилось надеюсь вы что-то для себя извлекете из данного видео сходите посмотрите на своих кроликов соответствует они стандарту или нет если не соответствует значит принимайте меры улучшению стандартов ваших роликов и все будет круто пока пока